Из-за тяжело протекающей беременности и избыточного количества околоплодных вод, врачи решили, что они должны вызвать роды у Ребекки раньше положенного срока. Никто не знал, что с крошечной Матильдой что-то не так, до того как с момента ее рождения прошло около получаса. У новорожденной девочки на лице была большая синяя отметина, которая растянулась по одной стороне ее тела. Сначала врачи подумали, что это всего лишь синяк, но затем они поняли, что сильно ошиблись. Через 30 минут врачи сказали родителям, что это родимое пятно. Через две недели Матильде был поставлен диагноз синдрома Стерджа-Вебера, очень редкого неврологического заболевания кожи, которое также вызывает паралич, трудности с обучением и судороги. Совсем скоро здоровье Матильды резко ухудшилось, и ее пришлось отвезти в детскую больницу в Ливерпуле, Англия. Всего за несколько дней счастья новоиспеченных родителей сменилось сильным беспокойством. Они не знали, смогут ли снова увидеть свою дочь живой. Вдобавок ко всему, они узнали, что у Матильды было два отверстия в сердце. Но малышка оказалась настоящим бойцом, и несмотря на высокую вероятность смертельного исхода, она сумела пережить операцию. Сейчас Матильда проходит лазерное лечение для удаления необычного родимого пятна, который может занять до 16 лет, прежде чем пятно полностью исчезнет. Матильда проходит лечение каждые пару месяцев. Под воздействием лазера ее кожа становится более красной и выглядит воспаленной, а лицо девочки покрывается пятнами, которые постепенно снова исчезают, рассказал папа Матильды, Пол, в своем интервью и добавил. Люди думают, что мы плохие родители, что это из-за нас она так выглядит, несмотря на регулярные болезненные лазерные процедуры, Матильда не унывает и одаряет всех своей милой улыбкой. К сожалению, очень часто люди глазеют на Матильду и ее родимое пятно. Однажды Пола и Ребекку даже спросили, не ожог ли это от обогревателя. Кроме родимого пятна на лице, заболевание привело Матильду почти к полной слепоте. Она также не может ходить, но благодаря специальным детским ходункам, она делает по несколько шагов самостоятельно. Вся жизнь Матильды это борьба, но несмотря ни на что, она улыбается всем, кого встречает. Ее отец говорит, что она упрямая маленькая девочка либо будет так, как того хочет она, либо вообще никак. Семья запустила страницу GoFundMe, чтобы собрать деньги на покупку нового инвалидного кресла для Матильды. Сегодня самым большим желанием маленькой девочки является новая инвалидная коляска, которая способна значительно облегчить ее жизнь. Пусть ее историю узнают как можно больше людей, чтобы ее желание осуществилось как можно скорее. Только здоровья этому маленькому, но очень сильному человечку. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.